Сегодня обсудим долгожданный выход овердрайвов, объявим о старте мастеров паркура и поговорим о космосе. Привет, танкисты! После 82 недель после первого анонса овердрайвов на танковстрече в Москве, они наконец-то вышли. Одни не верили, что они выйдут до дня рождения танков, другие вообще отчаялись ждать. Но главное обновление этой весны, наконец, в игре. Что по багам? Ну, их осталось совсем чуть-чуть. Да и сами оставшиеся ошибки настолько экзотические, что обнаружить их смогут разве что бывалые тестеры. Ну и если вы спросите, что ж так долго-то? У нас есть ответ. Овердрайвы, как никакое другое обновление, затронуло абсолютно все части игры. Если представить, что танки это человеческий организм, то мы делали операцию сразу на все тело, которое при этом бежало бесконечный марафон с передышками на 5 минут в день. Короче, это была очень и очень сложная ювелирная работа, которая, к счастью, окончена. Ура! Кстати, овердрайв нового корпуса. Мы его пока что не покажем, эффект в процессе создания, но намекнем. Вот это спереди у него здесь не случайно. Также с оверами вышло обновление дронов. Теперь дрон в бою, кроме стандартных возможностей, пассивно в течение всего боя дает дополнительные уроны защиту от 1 до 5% в зависимости от прокачанности дрона. При этом, что важно, дрон дает эти бонусы только если он функционирует в битве, то есть тратит батарейки. Нет батареек, нет ни стандартных свойств дрона, ни доп. урона с защитой. Закономерно изменился драйвер. С выходом овердрайвов этот дрон нехило бы имбовал с прежними настройками. Теперь он медленнее перезаряжает оверы. Привет! Еще одно важное обновление в свежем релизе – правки в балансе. Любители вулкана стали любить нас с этим обновлением чуть меньше. Теперь вулкан после перегрева начинает наносить только треть от прежнего урона. Дело тут в том, как использовалась эта пушка. Урон от перегрева задумывался как сигнал танкисту – воу-воу, все, хорош, хватит. А надо еще секундочку добить флагоносца – окей, но потом точно заканчивай. Вот прям так мы и думали. По факту же тяжелый корпус с резистом от огнемета и подлечивающей изидой мог стрелять почти без остановки. В общем, теперь придется контролировать перегрев и сокращать длину очередей. А чтобы стрелять короткими очередями было комфортнее, мы на полсекунды сократили время раскрутки стволов. Кроме вулкана, изменения коснулись некоторых устройств, но об этом читайте в патчноуте. Мастера паркура. Пора. Конкурс стартует в ближайший вторник, 16 апреля. С осеннего анонса конкурса мы немного пересмотрели призы. Они, конечно, будут немного повыше. На сколько? Увидите. Еще нас спрашивали. Конкурс с 18-го перенесся на 19-й. А осенью будут еще мастера паркура? Конечно, будут. Почему нет? Сегодня, в пятницу, в Танках Онлайн стартовал День космонавтики. Все, как всегда, круто. 30-ти процентные скидки на три дня. Праздничное оформление и выгодные наборы. Но главное – голды-метеориты. Звучит сирена. В небе появляется метеорит. Он приземляется, всех убивает и оставляет на месте голд или контейнер. И вот таких голдов на праздничные дни в 20 раз больше. Вам предстоит три крутых, не помню каких-то… Овердрайвных дня. Метеоритно-овердрайвных. Как это? Овердрайвных. Метеоритно-овердрайвных. Вам предстоит три крутых метеоритно-овердрайвных дня. И это отличная тема для видео недели на следующий выпуск. Как мне овердрайв помог метеорит взять? К сожалению, достойного видео нам в этот раз не прислали. Тем радостнее будет победителю в следующем выпуске. Общий приз вырастет до 100 тысяч кристаллов. На этом все, друзья. На следующей неделе видеоблога не будет, но будет стрим. Что обсудим и с кем ближе к делу. Пока! Неделю назад несколько танкистов устремились за первоапрельским голдом. Вам нужно было угадать, что в нем выпадет. Правильный ответ – 10 тысяч кристаллов. Вариант С. Встречаем победителей! В следующий раз в честь юбилейного выпуска видеоблога знаменитый ютюбер Портес С добавит по одному контейнеру всем победителям вопроса на пять сверхстандартных 5 тысяч. А теперь сам вопрос.